Здравствуйте! В эфире Вести. Кабардино-Балкария в студии Станислав Сердюков. Многодетные семьи получат поддержку государства. О необходимости выполнения всех обязательств в соцсфере заявил Дмитрий Медведев. На совещании по социальным вопросам сообщает сайт Кабмина. Демография по-прежнему в приоритете. По словам председателя правительства, те, кто решился на рождение второго и третьего ребенка, должны быть уверены, что государство не оставит их без внимания. Медведев также предложил оценить эффективность всей системы социальных пособий. Среди основных задач государства и поддержка рынка труда. Важно поощрять отрасли экономики, которые способны дать людям работу, считает премьер-министр. Всплеск заболевания гриппом в Кабардино-Балкарии не зафиксировано, сообщили в Республиканском управлении Роспотребнадзора. Ситуацию с ОРВИ и гриппом сотрудники эпидемиологической службы ведомства держат под постоянным контролем. Еженедельно собирается информация со всех лечебно-профилактических учреждений и сравнивается с эпидемическим порогом, рассчитанным математическим путем, среднее по данной неделе. По состоянию на сегодня заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями ниже расчетных эпидемических порогов на 70%. В инфекционном отделении Нальчикской горбольницы также отмечают, что количество обращающихся за медицинской помощью не превышает средние показатели. Тем не менее, врачи призывают жителей Республики сделать упор на профилактику сезонных заболеваний. Основная профилактика, конечно, это вакцинация. И вакцинация от гриппа существует. Она проводится массово, проводится в период до подъема заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Существующие сейчас вакцины, они ареактогенные, очень хорошо переносятся и имеют очень высокий процент иммуногенности. То есть защищают замечательного человека. Если прививка не сделана, медики рекомендуют по возможности провести процедуры, укрепляющие иммунитет. К другим темам. Газеты «Горянка» и «Майские новости» стали обладателями знака отличия «Золотой фонд прессы-2015». Десять лет назад его учредил Оргкомитет международной профессиональной выставки пресса, чтобы отметить общественно значимые печатные СМИ страны. Для «Горянки» это уже четвертая подобная награда, для «Майчан» третья. Сегодня «Майские новости» выписывает каждая третья семья района. Яркие иллюстрации, фоторепортажи, оригинальные заголовки, новости и публицистика. Актуальную информацию можно найти не только на страницах печатного издания, но и в интернет-версии, на сайте администрации муниципалитета, в социальных сетях. «Это результат труда всего коллектива. Я лично посещала фестивали и мастер-классы, и мы стараемся в своей газете внедрить. Например, на первой полосе мы сейчас взяли за основу большой крупный снимок, чтобы украшал». Газета выступает инициатором конкурсов, акций, круглых столов. Особое внимание коллектив уделяет рубрикам «Обратная связь», «Вопрос-ответ», «Горячая линия». Работают журналисты под девизом «Информация, как глоток свежей воды, должна ободрить и возвращать к жизни». Педагог, журналист, режиссер. Человек, плодотворно работающий в различных жанрах литературы, в поэзии, прозе и драматургии. Саладину Желетежеву завтра исполняется 75 лет. С юбиляра встретилась наш корреспондент Осият Бетуганова. Преподаватель русского языка и литературы сельской школы в кинематограф Саладин Желетежев попал не случайно. Думал об этом, еще будучи студентом КБГУ. Мечту осуществил в 68-м, поступив на сценарий на факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. «Я хотел написать сценарий, и по этому сценарию хотел снять фильм. Но мы так и делали. Писали, снимали. Любительская камера была у меня. На этой камере мы это снимали. И показывали в клубе». После ВГИКа Желетежев трудился Варджани Кидзе, редактором северокавказской студии «Кинохроники» о 1976-го года на телевидении Кабардино-Балкарии. В числе наиболее известных работ – мультипликационные фильмы по мотивам нардского эпоса «Сын камни» и «Сын камни и великан». Снимали их в Москве на киностудии «Союзмультфильм». На, получай свое сокровище. Сынок мой. По сценариям Желетежева на Республиканском ТВ был создан трехсерийный художественный фильм «Во имя любви». Телепостановки по старой груши «Завещание во имя жизни». Как актор, перевода, редактор и режиссер он организовал дубляж на кабардинском и балкарском языках более 50 мультфильмов. Сегодня Саладин Желетежев преподает в Институте искусств сценарное мастерство, историю кино и телевидения. Скромнейший человек, просто душевный человек. И вот что для меня сегодня ценно, это то, что он очень любит студентов. Сам он любит студентов. Естественно, студенты отвечают ему большой взаимностью. Не оставляет Желетежев и литературную деятельность. Из-под его пера вышли два романа и более 10 сборников стихов и рассказов. К середине года планируют выпустить в сет новую книгу на кабардинском языке «Тайна Четырех». В ней собраны две киноновеллы и несколько рассказов о современной жизни. Осият Бетуганова, Эдуард Ногмов, Вести Кабардино-Балкария. Возможные очаги лавин в Приэльбрусе под постоянным контролем. На горнолыжном курорте сохраняется опасность произвольного схода снежной массы. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС. Более 130 таких участков зарегистрировано в Кабардино-Балкарии, большинство из них на склонах Эльбруса. Регулярно специалисты военизированного противоловинного отряда «Росгидромета» и спасательной службы курорта занимаются принудительным спуском лавин. Перед обстрелом склонов оповещается персонал гостиницы «Альтлагерей», информируются туристы. На горнолыжных трассах в случае необходимости на время приостанавливают работу канаток. К настоящему моменту чрезвычайных происшествий не допущено, констатирует в МЧС. В эти минуты в физкультурно-оздоровительном комплексе КБГУ стартует хип-хоп-фестиваль «Винтерджем». Участники собрались со всего юга России. Часом ранее состоялся мастер-класс для начинающих представителей хип-хоп-движения и брейк-данса. Провел его один из опытнейших бибоев России, участник команды «Предаторс» Султан Бекныров. В танцевальных кругах он больше известен как фастфуд. Он же возглавляет и жюри конкурса. Кстати, заявки на участие в соревнованиях подали свыше 100 молодых людей. Нальчики стали танцепродвигаться очень сильно. Молодежь стала этим интересоваться, начали совершенствоваться, танцевать. У нас будет 6 номинаций. Такие номинации, как хип-хоп-начинающий, хип-хоп-профи и 5 на 5 хип-хоп-профи. Также будут и брейки. Брейки начинающие, брейк-данс профи и брейк-данс команда на команду 5 на 5. Итак, сама конкурсная программа только начинается. Имена победителей станут известны сегодня вечером. Ну а на сегодня служба информации ГТРК Кабардино-Балкария закончила свою работу. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова